Рада вас приветствовать на нашем круглом столе, какой должна быть ответственность за неисполнение указов президента. С удовольствием представлю наших уважаемых участников. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, автор законопроекта Дмитрий Евгеньевич Горовцов. Здравствуйте, Дмитрий Евгеньевич. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, также автор, один из авторов законопроекта Анатолий Евгеньевич Карпов. Здравствуйте, Анатолий Евгеньевич. 12 октября Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству отклонил законопроект обведения уголовной ответственности за неисполнение правовых актов президента Российской Федерации. Ранее члены фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Горовцов и другие, я надеюсь, вы их перечислите, соавторы заявляли о намерении внести соответствующие поправки. Законопроектом устанавливается штраф от 2 до 3 миллионов рублей и невозможность для виновных лиц на срок до 3 лет занимать должности, связанные с государственной гражданской службой. Почему был отклонен данный законопроект 12 октября, как сегодня исполняются указы президента и какое нужно вводить наказание для того, чтобы они исполнялись в той мере, в какой требует президент и Конституция Российской Федерации. Первое слово я предоставляю Дмитрию Евгеньевичу, если можно кратко расскажите о истории законопроекта. Я знаю, что он не в первый раз вносится, он дорабатывался. Какие поправки были учтены в связи с этой доработкой и почему все-таки он не был допущен к первому чтению? Да, большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, вы абсолютно правильно сказали, что это не первая редакция проекта закона, которым мы понимали необходимость установить ответственность за неисполнение актов президента Российской Федерации. Ну, под актами президента Российской Федерации мы понимали указы и распоряжения, которые поименованы в Конституции Российской Федерации, а также поручения, указания, приказы, то есть все то, что выходит из-под пера главы государства. Это первое обстоятельство. И первая редакция законопроекта, она подразумевала внесение изменений в Кодекс административных правонарушений, в Уголовный кодекс Российской Федерации, в закон о государственной гражданской службе и корреспондирующие до поправки в Уголовный процессуальный кодекс. Но поскольку были получены весьма существенные, на наш взгляд, замечания от ГПУ президента Российской Федерации, мы его отозвали для доработки и в настоящее время мы сузились составы и внесли уже новую редакцию проекта федерального закона, который сейчас рассматривается в Государственной Думе. Вы правильно отметили и упомянули, что заключение комитета, оно было утверждено отрицательно на законопроект. И я могу объяснить это тем, что комитет в очередной раз шел и идет в русле позиций, которая была зафиксирована в официальных отзывах прорисов Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации. Ничего иного, нового в заключении комитета нет. Я хотел бы объяснить это тем, что на самом деле юридических оснований для непринятия данного предложения нет. Это я подчеркиваю. И таким вот четким подтверждением этой позиции является заключение правового управления аппарата Государственной Думы, где четко сказано, что у правового управления замечаний концептуального характера к законопроекту и юридических замечаний нет. Две строчки это заключение составляет. Здесь можно, естественно, говорить, с чем эта позиция прорисовая является отрицательной. Но ответ на поверхности, поскольку самым злостным нарушителем неисполнения президентских актов является, безусловно, правительство Российской Федерации и Министерство и ведомство Российской Федерации. Я проследил динамику за пять лет, начиная с 2010 года по настоящее время, и она не изменяется, к сожалению, в лучшую сторону, а количество неисполненных актов президента растет. И что-то с этим надо, безусловно, делать. Но мои коллеги из Коммунистической партии Российской Федерации предложили, в частности, вернуть в наш уголовный кодекс статью за саботаж. Здесь тоже мы можем говорить о саботаже чиновниками актов президента страны. И, безусловно, мы, когда рассматривали с точки зрения санкций, что мы должны предусмотреть в нашей поправке, а речь идет о поправке в уголовный кодекс, в частности, дополнение нового состава 286.2. Это неисполнение, либо ненадлежащее исполнение актов президента Российской Федерации. И мы понимали, что здесь не должна речь, конечно, идти о лишении свободы лиц, которые нарушают и не исполняют акты президента. Мы действительно предусмотрели существенный штраф, по нашему мнению, от 2 до 3 миллионов рублей и запрет на занятие соответствующей должности на этот же период, до 3 лет. Мы полагаем, что этого достаточно вполне, и с нашей точки зрения это будет не только некий домокловый меч, хотя и домокловый меч тоже над чиновниками, с тем, чтобы добиться исполнения актов президента страны. Хочу сказать, что уголовная ответственность, например, существует для военнослужащих за неисполнение воинского приказа, для сотрудников органов внутренних дел за неисполнение приказа своего руководства, а президентского, к сожалению, нет. Равно, как и в кодексе об административных правонарушениях, нету президентской стороны вообще. Есть, так сказать, ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение обращений депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, а президентской стороны нет. В этой связи вот эти поправки направлены на повышение исполнительской дисциплины в чиновничьей среде, и, безусловно, это, на наш взгляд, будет способствовать и четкому исполнению указов о распоряжении, а также поручений и указаний президента Российской Федерации. Вот, собственно говоря, основная такая, что ли, характеристика ситуации и тех предложений, которые мы с коллегами, а я напомню, что авторами законопроекта выступил я, Ваш покорный слуга, Анатолий Евгеньевич Карпов, который присутствует здесь, в студии коллега Емельянов и коллега Тарнавский. Спасибо большое, Дмитрий Евгеньевич. Очень интересные моменты политические, в том числе и поддержка со стороны других партий, потому что, напомню, Емельянов и Тарнавский, это все-таки Ваша фракция, а Анатолий Евгеньевич, это и фракция «Единая Россия». Вот, Анатолий Евгеньевич, как фракция «Единая Россия» относится к данному законопроекту, почему Вы стали соавтором, я знаю, что Вы не сразу стали соавтором этого законопроекта. Вот расскажите, что ли. Мне думают, что это очень важная акция, которая может укрепить дисциплину, а вообще, знаете, указы президента, распоряжение президента, это же плод серьезной работы. Это не просто с неба что-то валится, а перед тем, как все попадает на стол Владимиру Владимировичу, или обсуждается под его руководством, работает группа экспертов, и это заключение и рекомендации, я не знаю, там, департаментов, отделов. Каких-то комиссий, вот, из чего, из чего в конечном итоге выходит распоряжение президента, которые, конечно, должны исполняться, потому что это стратегия, стратегия и президента, это и политическая программа, как мы должны улучшать жизнь наших граждан, как мы должны улучшать, скажем, экономику. И если саботируются распоряжения президента, то, значит, мы не можем провести в жизнь наши планы, наши идеи, и, естественно, страдает все общество. И я согласен с Дмитрием Евгеньевичем, что ответственность должна быть установлена, и не такая вяло текущая, как административная ответственность, тем более, что Дмитрий Евгеньевич, наверное, скажет, какова законодательная практика применения этой ответственности. Но вот по исполнению указов президента мы совсем недавно проводили заседание штаба Народного фронта, и статистика такая весьма тревожная. Я бы здесь единственное, что хотел сказать, что за исполнение распоряжения президента, наверное, все-таки несет прямую ответственность правительству, я нисколько не хочу их обелить. Они контролирующие органы, также, как бы промежуточные, потому что исполнение указов президента должно идти, конечно, по отраслям, по министерствам, и они являются исполнительными. Они докладывают правительству, исполнены распоряжения президента или не исполнены, а правительство где-то, может быть, недостаточно контролируют. И вот, скажем, сейчас я взял статистику небольшую, не буду вас утруждать особенно, но на сегодняшний день существуют экспертные группы Общероссийского Народного фронта, и отслеживается исполнение указов президента в соответствии с докладами правительства. Так вот, 140 докладов за последнее время было возвращено правительству и вторично доложено по исполнению. Но совершенно удивительно, что есть даже 12 случаев, когда правительство докладывало 4 раза, а в двух случаях 5 раз. Но здесь совершенно ясно, что исполнитель, который постоянно дезинформирует министров, мы знаем, кто исполняет. Если вот 5 раз один и тот же исполнитель подписывался, то я думаю, что он вполне заслуживает уже вот тех наказаний, которые предусмотрены. Ну, знаете, может быть, 2-3 миллиона — это сильное наказание, хотя, конечно, вот злостное неисполнение, оно требует и штрафов. Но, по крайней мере, служебное несоответствие очевидно. То есть человек, по всей видимости, либо не знает, чем он занимается, либо не знает, чем ему нужно заниматься, и поэтому он должен, наверное, поменять место работы и уйти из государственной службы. Но если вот в развитии, то вообще, знаете, я думаю, что если удастся нормализовать обстановку с указами президента, то, может быть, надо будет и думать о следующем. И когда-то я об этом говорил, но просто времени пришло. Мы знаем, как чиновники частенько мучают наших граждан при выполнении каких-то законов, которые касаются, скажем, материальных поощрений, которые касаются выделения квартир в льготных случаях и так далее. Требуют справки одну за другой, одну за другой, дополнительно, дополнительно. И, конечно, чиновники должны четко понимать свои права, но и уважать права граждан. И вот в этой связи первое движение есть. Мы на прошлой неделе в Комитете по экономической политике и инновационному развитию и предпринимательству во втором чтении поддержали закон по малому и среднему бизнесу в отношении проверок. И мне кажется, что ситуация будет улучшаться, потому как мы сейчас сняли требования ведомств предоставлять копии всех распоряжений, документов. Все, что есть в федеральных службах, это должно быть запрошено участниками комиссии контрольных проверок до того, как они приходят к предпринимателям. И где-то, знаете, это до, мы посчитали, бывает в случае до 60 документов. Представляете, какая это экономия времени, это снижает... Нет, ну, а это как бы следствие, следствие вот наших действий, вот, но это в перспективе. В перспективе, и мне думают, что это будет принято положительно нашим бизнес-сообществом, да и нашей общественностью. Ну, и еще я хотел бы коснуться одной темы, это вот проведение публичных слушаний. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы упорядочить, и чтобы не было липовых публичных слушаний. Вот мы знаем, что привозят, может быть, даже из других регионов, из других районов, а иногда и областей людей для того, чтобы они поучаствовали в публичных слушаниях, приняли решение, а потом рассказывают нам сказки, что вот народ поддержал, и мы будем строить там, где строить нельзя. Спасибо большое, Анатолий Евгеньевич. Я вернусь тогда к обсуждению законопроекта в комитете, и вот заключение комитета конкретно говорится о том, что контроль за исполнением поручений президента возложен на его администрацию. Следовательно, законопроект был не принят в комитете, не прошел, значит, и не был допущен к первому чтению. Юрий Петрович, я знаю, что вы находились на этом заседании, почему был отклонен законопроект, вы голосовали против, разъясните вот это заключение, которое было написано. Включено, да? Ну, я хотел сначала поправить ведущую. Законопроект в комитете отклонен, но это рекомендация, поэтому он пойдет в первое чтение обязательно, он пойдет в первое чтение, там окончательно будет решаться его судьба, примут его или не примут. Поэтому мы сейчас готовимся к первому чтению. И здесь тоже готовимся, к генеральной репетиции, видимо. Ну, члены комитета единогласно против этого законопроекта проголосовали, я в том числе и объясняю, почему, я полагаю, совершенно правильно. Первое, законопроект не говорит о том, то есть он предполагает так называемые объективные вменения, он не говорит о том, заумышленные или неосторожные деяния должны нести по этой статье уголовная ответственность. А объективные вменения, как известно, ответственность за одни только действия, у нас запрещена, статья пятая, часть вторая уголовного кодекса, запрещена строго-настрого, что называется, нашим уголовным законом. Поэтому эта статья не годится, хотя бы по такому формальному признаку. Не знаю, что там правоуправление наше не увидело, такую элементарную вещь, что они там сидят, делают. Это первое. Второе, на комитете мы говорили о том, и правильно говорили, полагаю, что у президента достаточно широкий круг полномочий и возможностей воздействовать на всякого рода чиновников. Я, наверное, эту тему развивать не буду. Все прекрасно понимают, какие полномочия существуют у президента. В-третьих, надо сказать, что в нашем законе существует ответственность за должностные преступления, это статья 285, 286 и 293 в первую очередь, где возможна уголовная ответственность и за неисполнение указов президента. Любые деяния, которые нанесли существенный вред интересам граждан или государству, они подпадают под эти статьи, можно возбуждать дело, расследовать и привлекать к уголовной ответственности. Административный кодекс наш содержит целый ряд статей, десятки статей, если, ну, десятки, да, это как минимум, которые предусматривают ответственность за нарушения в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, финансов, посягательства на институты государства, а глава 19 вообще это правонарушение против порядка управления и так далее. Ну и, наконец, говоря о статье 286 со значком 1, о которой Дмитрий Евгеньевич здесь говорил, то есть неисполнение приказа сотрудникам органов внутренних дел, которая должна была рядышком стоять и вроде должна быть аналогом. Я обращаю внимание, что это совершенно другая вещь. Во-первых, там предполагается ответственность заумышленные деяния, прежде всего. Статья в 2010 году введена. Это надо иметь в виду. То есть это не объективные вменения, как у нас здесь в законопроекте, а это умышленные деяния, четко прописано. То есть это кого попало, как попало, не привлечешь. Это, во-первых. Во-вторых, введение этой статьи предполагалось связано с чем? Связано с тем, что в органах внутренних дел, как и в системе Министерства обороны, существует единоначалье. Вначале, вот там необходимо, чтобы человек не раздумывая исполнил приказ. Штурмуют, штурмуют, так сказать, каких-то боевиков в Дагестане. Там некогда рассуждать, там надо приказ выполнять. Не выполнил, уголовная ответственность наступает. Есть только приказ законный. Вот. В нашем деле в исполнении указа президента нет нужды в какой-то немедленного реагирования и оперативности в моментальном принятии решения. Здесь всегда есть время на раздумья, поэтому, так сказать, и не нужна такая статья. Кстати, обращу внимание на то, что статья 286 со значком 1, это вот со значком 1, неисполнение приказа сотрудника Моргана внутренних дел. Это мертвая статья. За годы существования не возбуждено, не направлено в суд ни одного дела. Где-то что-то возбуждалось, но прекращено было. В суд не направлено ни одного дела. Зачем нам еще одна мертвая статья, совершенно мертвая? Не нужна, есть работающие статьи. И, кстати, фракция КПРФ голосовала против вот этой статьи, которая посвящена сотрудникам органов внутренних дел. Поэтому я убежден, что законы у нас достаточно совершенны. Проблема в том, что они не исполняются. Чиновники привлекаются к уголовной ответственности избирательно. Вот воры у нас, да, попался, значит, там неизбирательно. Все подряд, воришки мелкие. А вот чиновники избирательно, угодно привлечем, не угоден ты нам. Угоден не привлечем ты нам, а не угоден привлечем. Вот надо покончить с этой избирательностью, надо сделать так, чтобы неотвратимо закон распространял свое действие на всех чиновников действующих. Тогда будет порядок в стране. Спасибо. Спасибо большое, Юрий Петрович. Продолжим тему тогда обсуждения. Все-таки налицо. И Антон Евгеньевич об этом сказал. И Дмитрий Евгеньевич, что налицо неисполнение указов президента. Мы помним о 2012 год, когда Путин озвучил ряд очень важных моментов, которые до сих пор исполняются и не в полной мере исполнены. И еще 43% остается на 2016 год. Я знаю, что общественная палата занимается, ОНФ занимается мониторингом исполнения указов президента. Обращусь к Владимиру Анатольевичу. Владимир Анатольевич, вы как член общественной палаты. Почему не исполняются указы президента? Какую меру наказания необходимо применить? И как вы относитесь к данному законопроекту? Хочу поблагодарить парламентскую газету, что столь важный вопрос вы решились обсудить. Ситуация мне представляется категорически сложной сегодня. И мы с коллегами обсуждали перед заседанием, что действительно отсутствует, и с Юрием Петровичем соглашусь, правоприменительная практика. Присутствуют факты действительно избирательного привлечения, и последние примеры Сахалина и Коми налицо. Вы знаете, колоссальный урон сегодня терпит государство российское. Приведу ряд примеров. Осень прошлого года, 560-й указ. О специальных экономических мерах в целях обеспечения безопасности государства российского. Главное поручение правительству. Дать комплекс исчерпывающих мер по сдерживанию цен. Вместо исполнения общественная палата день в день пишет 15 предложений, как бы никто не обращает внимания, никакого. Вместо этого очередное заигрывание с бизнесом. Кодекс добросовестных практик. И все это продолжается, пока прокуратура не идет с проверкой, и не выявляет вам хорошо известные факты. 300, 700, 500 процентов наценки. Как бы и зависимость государства от этого бизнеса, который мы всегда предлагаем перестать кошмарить. Даже не разобравшись, какой он по существу. Я, кстати, одну реплику, надо поддерживать только добросовестный бизнес. А добросовестный бизнес это налогоплательщик и отсутствие конфликта с потребителем. Второй, я многодетный папа, занимаюсь вопросом указа президента. Один миллион у нас многодетных семей о бесплатном выделении земли под индивидуальное жилищное строительство. Один процент сегодня решен чиновниками. И на землях, которые не годятся вообще для этой идеологии. Что такое миллион многодетных семей? Мне кажется, это главный индикатор социальной политики. Космодром Восточный. Ну вот, свежайший пример поездка президента, ручное управление. Кто виноват? Ну кто виноват после такой поездки, когда переносятся сроки? Последнее принятие бюджета. Непопулярные меры, мы говорим в бесконечном режиме. Общественная палата генерирует популярные меры. Давайте наведем порядок в алкоголе, где 70% контрафакта. Давайте туристическую отрасль, которая создает в других странах мира миллионы рабочих мест. И 10-12% от ВВП, это вклад этой отрасли в государственный бюджет. Давайте многие другие. Мы опубликовали предложение. Вместо этого предлагается сегодня дефицитный бюджет. И переложить сегодня всю тяжесть этого дефицита бюджета на социально незащищенных граждан. Общественная палата неоднократно обсуждала, и наш лидер, секретарь общественной палаты Александр Владимирович Боричалов неоднократно говорил о том, что ситуация неблагополучная и назывался процент невыполнения указов президента. Мне представляется сегодня очень важная данная тема для наведения порядка в нашей стране. Я коллег приглашаю, чтобы выполнить еще одно поручение президента Российской Федерации, мы его хорошо знаем, о нулевых слушаниях. И обсудить этот законопроект после парламентской газеты на площадке общественной палаты. Пригласить наши некоммерческие организации, пригласить широкую общественность, чтобы наконец понять, что мы гражданское общество не можем созерцать сегодня за этими процессами. Гражданское общество должно ставить оценку конкретную регулярно чиновникам, чтобы у нас не возникало таких личностей, даже не буду называть их как в Министерстве обороны или в Минсельхозе. И поэтому мне кажется, что эта работа сегодня с органами государственной власти, закрепленная уголовным кодексом, будет иметь результативность, эффективность и особый смысл. То есть Владимир Анатольевич, правильно я услышала, что общественное и публичное слушание в том числе нужны. Я пригласил наших коллег, да, да, это еще одно поручение президента, об обязательных нулевых слушаниях всех нормативно-правовых актов законопроектов. Я думаю, что это будет хорошим рассмотрением сегодня в стенах общественной палаты Российской Федерации. Спасибо большое, Юрий Васильевич. Я вам даю слово и хотелось бы уже перейти к другой теме. Вы, конечно же, расскажетесь и по поводу законопроекта. А тема такая, как не перегнуть палку, то есть кто будет контролировать исполнение закона, если он вступит в силу, пройдет и первое, и второе, и третье чтение, будет подписан президент. Вот как не перегнуть, чтобы не получилось, что мы будем сажать или наказывать тех людей, где была вина не доказана, а те наказуемые, да, у кого вина может быть и есть, они будут как-то избирательны. Как уйти от принципа избирательности даже при принятии этого закона? Пожалуйста, Юрий Васильевич. Ну, во-первых, я думаю, если эта статья будет принята, введена в уголовный кодекс, да еще то, что Юрий Петрович говорит, будет избирательность, так или иначе отменена, да, практически, то я боюсь, что у нас 90% чиновников будет сидеть в тюрьме. И, на мой взгляд, это в этом проблема, потому что, на самом деле, конечно, с моей точки зрения, это очень вредная инициатива, популистская исключительная. Если уж, так сказать, хочется контролировать, наводить порядок, то я бы начал с уважаемым депутатом со статьи, желательно там со статьей «Расстрел», как одно из наказаний, за неисполнение обещаний депутатами, соответственно, перед избирателями. Вот пусть сначала «Единая Россия» ответит, что она сделала за 16 лет, по годам, не когда нефть зашкаливала, и когда просто притекала это замечательное нефть и долларовое богатство, а по факту. А потом пусть, соответственно, будут какие-то интересные, так сказать, новеллы в нашем законодательстве, и без того перегружены. И вы задали вопрос, он, на мой взгляд, на все отвечает. Вы говорите, а кто будет это контролировать? То есть у нас это контролируют, те контролируют, правительство, как у нас было сказано, оно тоже само не решает, а там министры должны все решать, как Анатолий Евгеньевич сказал, то есть правительство у нас тоже не виновата и так далее. Все контролируют, кто работать будет в стране. И вот это ключевая проблема. Поэтому у Владимира Владимировича Путина, как того, кто издает указы, у него более чем богатый инструмент возможностей, и, кстати, это неправильно, что министры выполняют, потому что в огромном числе указов задано напрямую правительство Российской Федерации. Поэтому, пожалуйста, Владимир Владимирович в любой момент может уволить это правительство. А иначе будет ситуация очень простая. Посадим одно правительство, через неделю другое посадим, но возникает вопрос, кто будет работать на управлении страной. Вот это вот ключевой вопрос. Все хотят контролировать, все хотят паразитарной прекрасной жизни безответственной. Дальше кто попадет в самые контрольные контролирующие органы и так далее. Теперь по существу. Конечно, проблема совсем в другом. Проблема в том, что у нас кризис управления, и у нас те же указы президента в основе своей достаточно беспредметные. Это такая игра. То есть президентская администрация делает вид, что она задает строгие указы и требует исполнения. Дальше контрольное управление, работа на госслужбе, и все эти портянки с бесконечными поручениями и так далее заполняла, представляя, что это такое. А как бы исполнители делают вид, что они исполняют. Но в связи с тем-то, с пятым, с десятом, вы сказали 43% исполнен, но остальные-то не исполнены. А они пока перенесены, либо закрыты. То есть в этом смысле это такая бесконечная игра, где, к сожалению, руководство страны пока не ставит жесткие целевые функции. Не ставится, никакого указа нет. И в принципе они даже не рассматриваются как предметные. Вот последний вопрос, вот то, что Владимир Анатольевич очень точно сказал, по майским указам 600-606, по одному миллиону многодетных семей и так далее. Что она конкретно написана, обустроенными инфраструктурными участками обеспечить многодетные семьи без каких-либо дополнительных условий. Уже все, и в том числе и администрация президента дала поручение внести изменения в этот указ, добавить, кто нуждается, кто, соответственно, каким-то другим образом определен. Поэтому это непродуманное государственное решение, кризис управления. Пора переходить к серьезной проектной содержательной работе, а не контролировать все и вся, иначе ничего не будет. Спасибо. Спасибо, Юрий Васильевич. Обращусь к авторам законопроекта. Действительно, не будет ли перегиба, когда мы будем сажать чиновника за чиновником? Я напомню, что после неисполнения указов президента буквально в 2013 году, мы все помним это, когда был сделан выговор трем министрам, а один из министров был уволен, это министр регионального развития, после этого и министерство было упразднено. То есть, в принципе, сильная власть, и президент в том числе, он имеет меры сегодня наказывать, и мы то же самое не будем перечислять губернаторов, которых увольняют, и мы видим это постоянно, и также заводят дела, и многие уже и посажены. Вот, Дмитрий Евгеньевич, что изменится в этой ситуации? Чем вы недовольны? Ну, я хочу еще раз подчеркнуть, что речь о посадках в нашем предложении ни в коем случае не идет. Мы не предлагаем, секундочку, это копейки для тех чиновников, о которых вы говорите. Нет, мы их не заставляем, мы заставляем в срок и четко, и надлежащим образом исполнять акты президента Российской Федерации. Теперь я хотел бы все-таки два слова сказать о юридической составляющей. То есть, Юрий Петрович посвятил этому свое выступление. Так вот, на что хотелось бы обратить внимание? В статье 285, на которую ссылается и правительство в своем официальном отзыве, и комитет, речь идет о деянии, которые совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. В нашем же предложении, в проектной статье 286.2, о какой-либо заинтересованности речи не идет. Абсолютно не идет. Ну, например, если должностное лицо чиновник, это разгильдяй, это человек, так сказать, или саботирует это решение. Вот о чем речь идет. Не идет, так сказать, речь об умысле неисполнении, о корысти, здесь речи не идет. Речь идет о разгильдях и бездельниках. Это первое. Поэтому, конечно, сажать эту категорию лист мы не предлагаем. А вот оштрафовать и установить запрет на занятие определенной должности до трех лет, в самый раз. Это первое. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, опять-таки, из юридической составляющей. Это очень важная, так сказать, вещь на самом деле. Ну, например, идет ссылка и в отзыве, и в заключении комитета Госдумы по гражданскому законничеству на 293-ю халатность. Понимаете, о чем идет речь? В следствии, якобы, недобросовестного или небрежного отношения к службе. Однако, следует, что кроме общих норм уголовного кодекса, о чем говорил Юрий Петрович, ну, существуют и специальные нормы уголовного кодекса, которые, да, формально вступают в конкуренцию с общей нормой. Да, это так. Но они конкретизируют уголовно наказуемое деяние. Это подчеркиваю. И приведу примеры. К таким нормам можно отнести, уважаемые коллеги, ну, например, статью 159, со значком 1, и 150, так сказать, 9, со значком 6. Это различные виды мошенничества. А также часть третью статьи 205 Уголовного кодекса, да, со значком 1, это пособничество в совершении террористического акта. И пособничество в совершении преступления. Это часть пятой статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. И от других статей. Но таким образом, что мы предлагаем? Что дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации, этой нормы, она явится специально, я подчеркиваю, по отношению к общей норме халатности. Вот это, да, с юридической точки зрения. Поэтому, уважаемый Юрий Петрович, и нету концептуальных замещаний у правового управления парада Государственной Думы. Мы досконально проговаривали эти нюансы неоднократно. Поэтому они дали положительное, по сути, заключение. Что касается ответа на вопрос, о чем очень подробно сказал уважаемый коллега Юрий Васильевич, вы знаете, ну, знаменитая ленинская фраза, что такое социализм? Это учет и контроль. Так вот, не установив, да, это связано, безусловно, со сферой управления. Вы правильно говорите, что мы наблюдаем, так сказать, кризис управления, кризис управленческого аппарата, это правильно. Но жизнь, она двигается, она не стоит на месте. Мы не принимаем мер для того, чтобы навести порядок в этой сфере. Мы еще больше ухудшаем ситуацию, еще больше способствуем тому, чтобы были и совершались различные аварии, различные катастрофы, различные происшествия и преступления. Я напомню, что, так сказать, наряду со всеми иными полномочиями, еще президент Российской Федерации является еще, так сказать, по Конституции и верховным главнокомандующим вооруженными силами Российской Федерации. И вот здесь недопустила, это преступная недопустимость, невыполнение его приказов, указаний, поручений как верховного главнокомандующего. И ситуация, которую нам очень хорошо напомнил наш коллега Валерий Анатольевич с космодромом Восточный, один из ярких примеров тому, это подрыв обороны и безопасности нашего государства среди сроков исполнения стройки космодрома Восточный. Вот и все. Дмитрий Евгеньевич, я понимаю, вот ваше волнение, и все мы волнуемся за неисполнение указов президента, но все-таки мы хотелось бы обсудить эффективность данной идеи и обсудить методы, а каким образом нам сделать так, чтобы законы и указы исполнялись, что нужно делать? Юрий Петрович, может быть, фракция КПРФ, у вас есть какая-то инициативная точка? Так я вроде бы сказал, что законы должны быть для всех одинаковые, для всех едины, что должна существовать неотвратимость уголовной ответственности. Что делать? Ну для этого чиновник не должен быть зависим, правоохранительный чиновник и судейский чиновник, не должен быть зависим от исполнительной власти, на которой лежит обязанность исполнять указы президента. А коль скоро следователи, я знаю, уже будучи депутатом, не только будучи прокурором когда-то, но и сейчас уже будучи депутатом, знаю многочисленные примеры, когда следователь оказывается зависим от губернатора, понимаете, ну о чем можно вести речь? Следователь Следственного комитета, следователь МВД, зависим по существу от губернатора. И о чем тогда можно говорить? Да ни о чем говорить немного. Надо создать независимость. Я немного по-другому задам вопрос. То есть все, что у нас сейчас есть в законодательстве, все направлено на то, чтобы указы президента реализовывались? Не все направлено на это, но я немножко по-другому сформулирую. Достаточно существует законов, уголовных законов и административно-правовых законов, достаточно дисциплинарных, достаточно их для того, чтобы наступила ответственность в случае неисполнения, адекватной ответственности в случае неисполнения указов президента. То есть в этом смысле всего достаточно. Я не знаю, там компетенции чиновников, наверное, нет. Это вопрос другой совершенно. Еще там чего-то нет. Но ответственности у нас достаточно. Ее надо только реализовать реально, в жизнь воплотить эту ответственность. Спасибо большое. Юрий Петрович, я тоже в правоохранительной системе долго работал. К счастью, мы живем в социуме сегодня. И когда читаешь, я председатель комиссии по социальной политике, общественной палаты, председатель союза потребителей, очень много пишу запросов. И когда читаешь, вот искажение фактов. Истинное вранье. Когда у нас перепутали открытость с достоверностью, да, мы постоянно говорим, открытые там органы власти, правительство. А никого не интересует, всех интересуют способности, как это решать. Мне кажется, вот инициатива Дмитрия Евгеньевича, кроме всего прочего, имеет огромный профилактический эффект сегодня. И на всех, я не знаю, как мои коллеги, они могут поставить, наверное, другую оценку. Я ставлю сегодня оценку неуд системе государственной власти, вот как бы, исходя из своего реального положения. И мне кажется, такой бы закон мог бы поставить все на место. Спрофилактировать ситуацию и навести порядок. Сегодня на нашем уровне привлечь чиновников, да, можно в очередной популизм, в очередную доктрину и так далее. Нужны сегодня меры. Да, Игорь Васильевич. Меры очень простые. Вот Дмитрий Олегович Рогозин несколько раз грозно заявлял о том, что в декабре, 25 декабря этого года, полетит, соответственно, первый космический корабль. Так? Союз-2 будет старт. Это не полетело, так? Значит, соответственно, у него есть начальник, президент, председатель правительства. Они могут принять кадровые решения. Они не принимают кадровые решения, значит, им это нравится. Поэтому непонятно, основное для госмашины это кадровые решения. Мы все прекрасно понимаем, потому что полномочия, должностные обязанности и места, это есть основной либо возможность инструмент, либо, соответственно, саботажа и так далее. Поэтому, при чем здесь какие-то новые статьи? Президент не хочет, ему нравится это, или Набиулина, Центральный банк, ему нравится. Ну, замечательно, значит, все так и происходит, как оно должно. И по поводу космодрома Восточный, и по поводу многодетных, с точки зрения исполнения, вот конкретный вопрос, понимаете? Ведь я пробивал космодром Восточный, для этого пошел в администрацию президента работать и так далее. И в указе исходно стоял вопрос Марс, Луна и серьезный космодром нового поколения. А у нас строит Союз, Семеркусь, Эргея Павловича Королева, 60-летней давности. Это сообразили в Роскосмосе 7 лет назад, как избавиться, взять старое построить. Это вообще не должно лететь в этом плане. Это вообще не должно лететь, потому что нет проекта. И возникает вопрос, проекта нет, деньги все выделены, но сроки перенесут, ну, 3 месяца, 4 будет задержка. Суть-то не в этом. Мы ни Дальний Восток этим не продвигаем вперед, не продвигаем наш русский космос. Вот в чем проблема. Нет проектов, нет целевой функции со стороны, прежде всего, руководства страны по конкретным предметным вопросам. А нет предметности, не будет ответственности. Спасибо большое. У меня вопрос к Анатолию Евгеньевичу. Анатолий Евгеньевич, вам как члену ОНФ, не так давно, помните, выходила инициатива Путина, даже не инициатива такое, предложение не тратить бюджетные деньги на корпоративы в связи с экономией средств. Так как у нас сегодня кризис, а вы как раз член соответствующего комитета. И тем не менее, мы читаем в прессе, что на корпоратив пенсионного фонда было потрачено достаточно денег. Почему это происходит? Как можно пресечь хотя бы вот это малое, что сейчас не исполняется после указов президента и предложений его? Можно еще добавить, наверное, к этому нецелевое использование. И, кстати, мы вот зялись за тему расходов бюджетных средств губернаторами на саморекламу, на общение со средствами массовой информации, улучшение имиджа и так далее. Но я не понимаю, почему корпоративы должны такие ресурсы тратить на празднование. Что там праздновать, я не понимаю. То есть бюджетные средства тратить на корпоративы сегодня нельзя и не нужно? Нет, здесь надо разобраться, потому что, может быть, у них есть какие-то спонсоры, которые все это организовали. Это другой вопрос. И дом дохода, да. Но если тратится бюджетное средство, то это на грани с преступлением, безусловно. Это растраты бюджетных средств. Распространяться ваш закон конкретно на такие действия будет? Такие действия требует, наверное, для того, чтобы, скажем, навести порядок в расходах бюджетных средств. Здесь дополнительного ничего не нужно. Это всего достаточно. Мы говорим о том, как раз в том числе и кадровой политике, на которой, если Юрий Васильевич прав, 90% чиновников будет сидеть. Но, извините, тогда надо менять с кадровой политикой что-то или вообще разбегаться. Потому что если 90% чиновников не соответствует занимаемой должности, то это вообще трагедия государства. И еще такой маленький вопрос. Что считать конкретно указами президента? Указы, поручения, предложения. Владимир Путин очень часто и на заседаниях высказывает свои предложения по поводу, в том числе не тратить деньги. Нет, предложения тогда это не как указания. Это на рассмотрение, надо обсудить, надо подумать. Это предложения. А если президент все это выражает в четкой манере, что мы должны сделать, то неважно, как это оформлено, но это целевое указание. Этим надо заниматься, это надо делать. Время у нас подходит к концу. И последний тоже вопрос. Я хочу также, Анатолий Евгеньевич, вам задать. Вот сейчас кризис, санкции, экономика действительно у нас переживает не лучшие времена. Сейчас будет формироваться бюджет. Вот конкретное исполнение указов президента будет влиять? Кризис, санкции, санкции, да, конечно, они бьют по нашей экономике, но большей частью потому, что мы страшно зависимы от иностранных инвестиций. И только поэтому. Ну, значит, нам нужно принимать решения, в том числе и в экономической сфере, и в финансовой сфере для того, чтобы активизировать наши ресурсы, для того, чтобы, безусловно, диавшизация, поскольку очень много наших ресурсов входит за границу, потом возвращается по понятным совершенно каналам, но уже как иностранные инвестиции, мы страшно зависимы сегодня от юрисдикции других государств, потому что многие предприятия частные выведены за границу и на сегодняшний день собственниками являются иностранные компании, а значит, мы не можем принимать решения на уровне судебной системы Российской Федерации. Это все, конечно, затрудняет нам проводить четкую, ясную политику. Ну, и где-то мне думается, что по части доступности кредитов, мы все время об этом говорим, и в Государственной Думе, и везде, невозможно развивать промышленность при кредитах 17-20 и выше процентов. Вот, и во всем мире, когда наступал кризис, то заимствование ресурсов становилось все более доступным и по более низким процентам. У нас как-то все наоборот. Вроде надо развивать промышленность, а проценты загоняют наверх, ну а кто же выдержит? Это краткосрочные, я не знаю, торговые сделки, спекулятивные сделки, но по-серьезному строить развитие промышленности на 20% годовых, вот просто обанкротить всю промышленность, все. Вы очень много фактов перечислили, которые действительно не способствуют развитию нашей экономики, и все-таки вы даете скидку на то, что указы президента не должны в полной мере исполниться, вот в связи с экономической ситуацией, вот этот ответ хочу услышать. Ну, больше нет, большей частью они, конечно, должны быть исполнены, и еще раз повторяю, что указы президента — это плод работы серьезных комиссий, экспертных групп. Это не просто так кому-то захотелось, и вот он встретился с Владимиром Владимировичем, и получился указ. Нет, это анализ, анализ и серьезный анализ, так что вот просто так президент не говорит, слава богу, и мы же у него во всем мире как очень серьезного руководителя, как в международных делах, так и руководителя государства российского. Спасибо большое. Ну, и заключительный вопрос, Дмитрий Евгеньевич, к вам. Итак, когда будет первое чтение законопроекта, что будет внесено, будут дополнительные поправки, как вы отреагировали на заявление комитета? Ну, что касается сроков рассмотрения, то здесь это воля комитета, и дату предлагает для рассмотрения пленарного состояния в первом чтении комитет. В сегодняшних материалах Совета Думы я не нашел этого проекта закона, нашей инициативы я не нашел, но, видимо, это в ноябре, не позднее ноября, я думаю, первое чтение будет рассмотрено этого проекта закона. Спасибо большое. Мы тогда желаем удачи вам. Мы будем следить за развитием событий в государстве. Удачи всем нам. Думе, да, и ждем вас снова на площадке «Парламентской газеты». Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.